Продолжение следует... — Ну вот о командах мы поговорим немного позже. Расскажи, пожалуйста, историю своего ника. Как так вышло, что тебя зовут Антон, а твой ник является другим именем совершенно? — Да я не знаю, как так вышло, если честно. То есть я же не при делах, как бы не... Ну кто-то там ошибся в тетровальне во время интервью. Я думаю, многие видели во время трансляции. Ну бывает такое, какая разница. Я думаю, как бы процентов 90 тех, кто смотрели трансляцию, понимали, что перед ними не Антон Влад Заморкин, явно да, а я. Ну это такое. То есть как бы веселая довольно ошибка. Потроллили немножечко в твиттере друг друга, да и все. — Вот буквально полчаса назад московские доблестные про проиграли сингапурскому «Зениту». Расскажи, пожалуйста, впечатление об этом матче. Что можешь вообще сказать, в принципе? — Ну я матч не комментировал. Я вообще впервые, наверное, в истории своей, в своей жизни, я впервые смотрел матч нашей команды, не комментируя его. Да вообще на любом выездном турнире у меня не было еще ни разу такого, чтобы я смотрел матч нашей команды и не комментировал. А не, в РУ было. Это было ДТС на СВЦ 2010 года, разве что в Париже, когда у меня не было возможности комментировать. Ну так, собственно, три года я привык, что если играет наша команда, то я комментирую. И было очень странно сидеть со стороны, смотреть. Очень переживали мы. Мы там сидели с Каспером, с Фаником, с Хвостом, с тобой, собственно. Да, и очень переживал, немножко даже покричал, похлопал. Ну, не знаю, собственно, не хватило. Отсосай получше сыграл, скажем так. Ну, как бы, мало того, что инвокера он взял, окей. Типа, да, зал доволен, все довольны. Инвокер – отличный герой, первый раз пикнут на Интернешнале. Как бы, исполнение было не лучшим, это самое главное. Он там, как бы, ну да, собрал свой хекс, но очень поздно. Очень поздний Мидас, он попал, там, не знаю, процентов 30 своих санстрайков и сделал буквально пару фрагов. То есть, там дело не в Айс Асайсе. Отыграл отличный Яматех, отыграл отличный Экс Фридом. Ну, вообще, Зениты вот сыграли просто лучше. Я бы не сказал, что там Виртуз Про сыграли плохо, потому что Крейзи закончил игру и имеет доминейтинг. Крейзи, в принципе, выиграл в мид, он очень много фрагов наклепал, у него было все хорошо. Немножечко не так активно, как обычно сыграли Энесса Смайлом, вот это немножко удивило. Ну, Смайл, конечно, сотворил, опять-таки, хайлайт рилл, такой очень-очень крутой хайлайт, когда он уворачивался от сетки Наги, используя ворованную Наги же иллюзию. Было очень круто, было очень весело, болели мы за Виртуз Про, но 13-16 место, и прогнозы большинства сбылись, и я уверен, что разные там тролли, разные там хитерочки всплывают и так далее. То есть, как бы этим хитерочкам вообще отдельно хотел передать предмет, привет, говорю, не предмет. То есть, есть там люди, которые там просто-напросто в Твиттере взрываются, и тонны желчи выливают, якобы радуясь, что проиграли Виртуз Про, но, по крайней мере, Виртуз Про попали на Интернешнл, а вы просто никто и сидите дома и просто поливаете их грязью, как бы. Я считаю, что поливать грязью Виртуз Про имеет право тот, кто хотя бы что-то достиг в Доте, да, и вот тогда уже тот же Лос там, например, да, или Дэнди, он может сказать, Виртуз Про играли плохо, они не очень, и вот они не очень. Придержите язык за зубами, товарищи тролли, потому что, как бы, надо всегда свое мнение аргументировать, а не просто-напросто его изливать в интернете. Вот еще один вопрос хотел по поводу игр спросить. Вот завтра играют рожденные побеждать, на самом деле единственная команда, которая переводится, и имеет смысл против держащихся щипцов марихуану. Как ты думаешь о подготовке вот китайского коллектива, о подготовке нашего коллектива? Я понимаю, что будешь болеть за наших, но все-таки объективно говоря, что ты думаешь будет в матче и кто выйдет победителем? Не знал, что Тунг Фу переводится как щипцы, которые держат марихуану. Спасибо за подсказку. Будем использовать в трансляциях обязательно. Это 100%. Ну что, все, думаю, читали мои пребью перед турниром, твои, точнее, пребью перед турниром. Да, я Тунг Фу дал первое место, причем я это, наверное, месяца три подряд, ну не три, начиная с финала в DSL, всем рассказываю, что Тунг Фу одна из самых подготовленных команд на этом турнире, что это, наверное, единственная китайская команда, в которой нету, собственно, ссор и разборок и так далее. Вот у AG происходит какой-то трэш, LGD там вообще сейчас вылетят, скорее всего. Тунг Фу очень готовы, Тунг Фу отличный состав, Тунг Фу отличный тимплей. Они просто-напросто в группе немножечко, скажем так, поприкалывались, сыграли несколько очень плохих игр. Но это настолько агрессивная команда, насколько агрессивными можно назвать также и Нави. Ну и как бы Нави, Тунг Фу, я считаю, что завтра это будет, скажем так, один из намеков раннего то ли финала Винерала, то ли финала Лузеров. То есть я думаю, что эти три команды все равно закончат, эти обе команды закончат в топ-3. Ну, болеть за наших, конечно, мы будем, но я думаю, что Нави, в принципе, даже там по котировкам бакмекеров и так далее, не является фаворитом. Нави могут выиграть, то есть главное сыграть, опять-таки, спокойно, не нервничать, не делать разных там неправильных муков, как это было с оранжами, то есть брать своих любимых героев. Опять-таки враг может их отдать, но что у Тунг Фу там довольно похожий к Нави стиль игры, и они особо там банить не будут, даже Виспа банить, скорее всего, не будут. Так что просто-напросто брать своих героев, выигрывать, и вот финал Винерала, а дальше уже со шведами будем смотреть, что получится. Вот такой вопрос. Ты уже третий раз посещаешь интернациональный, в этот раз ты посещаешь его не один. Вот скажи, у тебя не возникает вот случайно чувство, что тебе не хватает комментирования Доты? Да вообще постоянно, если честно. Ну то есть на втором интернешнл у меня возникало чувство, что мне не хватает еды, сна и воздуха, да. На первом точно так же. А здесь вот, да, первый день, первая игра, сразу Нави Orange, очень круто, а потом я отдохнул и вечером прокомментировал All Start. Сегодня опять-таки одна игра, вечером один на один, ну завтра уже будет две игры. Но в любом случае, я хотя бы ощущаю интернешнл, как его ощущают люди, которые здесь, как зритель. Я сегодня полтора часа сидел на автограф-сессии, общался с фанатами. Я сегодня пообщался с ребятами, которые в воркшопе добавляют айтемы, там, со мной Ксина Мун, которая, как оказалось, огромная моя фанатка, я огромный фанат, ее работа, у нее отличный, кстати, Бэтрайдер, на котором я даже авторов когда-то оставлял у себя в прямом эфире. Ну, то есть, я просто-напросто смотрю игры, я там бываю хотя бы на бэкстейдж, я общаюсь с людьми, то есть, ну, это, ну, складывается какое-то более целостное впечатление о самом интернешнл, о самом турнире, потому что до этого это было что-то вот такое. Проснулся с утра, сел в автобус, приехал, одел наушники, через 16 часов снял наушники, лег спать, все. Так что, да, может быть, доты немножечко не хватает, потому что, ну, просто непривычно, но оно очень круто, и вот на этот раз я могу точно сказать, что я был на интернешнл, я тупо спал в отеле и комментировал доту. Вот сегодня, сейчас я уточню, да, еще сегодня у тебя день рождения. Вот скажи, ты, в принципе, доволен тем, что он совпал вот именно с этим турниром, или все-таки хотелось отпраздновать его как-то более по-семейному, более скромно? А то тебя все поздравляли вчера в автобусе, со всеми ты гулял, в принципе. Было, кстати, было нереально приятно, что вчера мы возвращались после игрового дня, и весь автобус, абсолютно там 45 или 50 человек, как бы, абсолютно из разных стран, разных команд, комментаторов, начали петь Happy Birthday to you, то есть, ну, было действительно прикольно, но что, ну, интернешнл, это, как бы, классный турнир, ну, наложился на день рождения, ну, как бы, мне уже не 16, и, ну, есть день рождения, ну, есть, окей, ну, как бы, ну, не отпраздновали, ничего страшного, мы вчера немножко попраздновали, так что, все более-менее, как бы, оно круто, вот, вот, если бы еще Virtus.pro сегодня две игры выиграла, было бы вообще шикарно, а так, скажем так, немножечко настроение под вечер подпортилось, но оно, опять-таки, сначала поднялось, потому что IG и DK играли 100 минут, и я это не комментировал, поэтому мне тупо повезло, да, подарок, но Virtus.pro проиграли, ничего страшного, если в следующем году будет, движение опять накладываться на интернешнл, будет классно, это же экономия, не надо проставляться дома. Вот я думаю, можно, в принципе, упомянуть немножечко другую организацию, у нас сейчас вот интернациональность заканчивается, можешь ты немножечко, так сказать, поинтриговать фанатов, что нам ждать от седьмого сезона Звездной лестницы? Ну, сам знаешь, что о StarLadderе сейчас сказать вообще мы ничего не можем, то есть, как бы, не, ну, мы можем, конечно, сказать, ну, типа, я вот просто не могу ничего сказать, ну, что, как бы, после этого турнира развалятся, ну, процентов, наверное, 80 команд играющих на этом турнире, то есть, пойдет вот этот вечный решафл, как бы, да, ходят слухи о LGD Int, ходят слухи о том, что, ну, не ходят слухи о LGD Int, там уже, наверное, гоплык Virtus.pro, скорее всего, гоплык Mauzam, скорее всего, гоплык, то есть, там пойдет вот этот большой решафл и у нас, и в Китае, и, ну, учитывая, что мы до конца сезона, до конца года хотим провести еще два сезона нашего турнира, а команды очень хотят отпуск, себе после International, тот же Хвост, например, он вообще до 9 сентября, Dendy тоже, по-моему, до 6 сентября вообще будет в отпуске, так что, следующий сезон, пока мы не анонсируем, именно потому, что очень много разных обстоятельств, он будет, он будет, возможно, в немного не таком формате, как мы все привыкли, но обязательно к 8 сезону мы вернемся к стандартному формату, и, возможно, там, ну, не знаю, не знаю, честно, как оно все будет, у нас были планы финал сыграть в Москве, но все-таки финал будет в Киеве, слава Богу, потому что в Москву очень тяжело было все вот так вот организовать с бухты-барахты, опять-таки ждите анонсов сезона, я думаю, в числах 20 августа, мы уже будем точно знать, и под конец августа уже начнем, наверное, новый сезон StarLadder, в каком формате, кто будет играть, и где будут финалы, и когда будут финалы, ну, мы уже, наверное, сообщим вам немножко попозже. Собственно, спасибо тебе за интервью, какие-нибудь последние слова фанатам, кому угодно. Да, конечно, ребята, огромный привет всем, кто смотрит наши трансляции, включайтесь, собственно, завтра, послезавтра, все остальные дни интернешнл, плеер, я думаю, вы найдете абсолютно везде, на всех сайтах, как бы, его очень просто найти, ну, на dotadvacom, проще всего, заходите, и там вы находите Russian Player, и там, смотрите нас, общайтесь с нами, юзайте хэштег ТИТРИ в Твиттере, как бы, дайте его в тренды подымем, ну, и спасибо огромным ребятам, которые здесь работают, не покладая рук, и Мэйту, Матрикс, у Касперу, у Майлу, тебе, хоть и бесполезный, но все-таки тоже спасибо, двум нашим переводчикам чудесным, которые, наконец-то, дали возможность 90% нашей армии зрителей понимать, что вообще между матчами происходит, потому что, ну, в прошлом, позапрошлом году, понятное дело, что наши, скажем так, молодые почитатели Доты из глубинных районов России и Украины не совсем понимали, о чем этот Джеймс, там, щебечет между играми, сейчас у нас все хорошо, будем стараться до конца интернешнл вас радовать нашими трансляциями, ну, и всем спасибо за внимание. Спасибо за интервью, всем, с вами был все-таки Вилат, увидимся.